Привет, друзья! Спокойно, внимательно послушайте очень полезное и важное сообщение. Я, как вы понимаете, травмированный человек, и поэтому, когда я, например, думаю о чём-то приятном, у меня идёт расслабление, а когда я думаю о неприятном, у меня идёт сразу напряжение. Я вот задумался, почему так происходит, а потому что что такое неприятное для нас? Неприятное для нас – это нечто, что не согласовано с нами, или где организм и наше сознание и подсознание не в гармонии. И это несогласованное забирает много энергии, а много энергии, многозатратность воспринимается нами как негативное, страдательное. И поэтому получается, что мозг помогает нам думать, искать решение какого-то вопроса, то напрягаясь, то расслабляясь. А для чего? А для того, чтобы сопоставлять конкретную данную ситуацию с контекстом вечности, бесконечности. Вот посмотрите, конечность с бесконечностью, вот это сопоставление, то есть он нам помогает думать о конечном в ритме мышления о вечном. Таким образом, сопоставляя вечность и невечность, короче говоря, это и есть ритм повторяемого напряжения расслабления или попеременного напряжения расслабления, с которым мы думаем. Так это и будут на самом деле те частоты работы мозга. Посмотрите, как интересно. И вот когда, например, ты спишь, и в этот момент у тебя происходит дрейф между напряжением и расслаблением, ты в какой-то момент засыпаешь, и там ты как бы уходишь от всей реальности, у тебя выключается произвольная деятельность, и там мозг функционирует уже в другом режиме, и там как раз-таки в этом дрейфе между сном и бодрствованием, между нулевым состоянием, о котором мы говорим, где бесконечность, безвремение. Послушайте, а вот что это такое? Это же ведь на самом деле на разных уровнях психики и организма можно привести аналогии. Например, райское состояние блаженства, состояние рая, вот это состояние ощущения после напряжения, после пика напряжения возникает. Я сейчас к очень важной вещи скажу, приду, конкретной, практической, полезной, методической. Вот послушайте дальше. Вот это состояние вы же испытываете иногда и в беге, когда вы выходите после пика напряжения в режим второго дыхания. Вы бежите так, вам так хорошо, легко, на автомате, думая, о чем думается, такая свобода. Второе дыхание. Ведь это же и есть, по сути, то, что происходит и как молитвенная благодать. Когда вы повторяете молитву, повторяете молитву, повторяете молитву, и в какой-то момент вы ходите на состояние вот этой вот бесконечности, безвремения. Там нет берегов, там, знаете, там ничего нету, там нулевое состояние. Вот этот контраст, что вы вот так вот бежали, например, или повторяли молитвенную какую-то мантру, поперите слова, или делали какое-то повторяемое действие во время физкультуры, и вышли, наконец, в это состояние безмятежности. Так вот это сопоставление с нулем, вот это единички напряжения с сопоставлением с нулем, в конечном счете, вот этот ритм, чистота, то есть, когда ваше мышление, а конкретно, повторюсь, в ритме думания о вечном. Ну, так это же есть стихи. Так же люди стихи пишут, или в песне это звучит вот такой вот, такой вот, такой вот. Ну, это все интересно, правда? Вот это согласование, то есть, как раньше говорили, я равняюсь на Ленина, а вот здесь, когда вы решаете вопрос конкретный, вы в этом вопросе, в его решении равняетесь на бесконечность. Вот это ваше конечное тело, конечные обстоятельства, данный факт какой-то, событие какое-то, вы сопоставляете с бесконечностью. Это и есть процесс попеременного напряжения расслабления, это и есть процесс вашего мышления в поиске решения. Какое решение вы можете принять? И почему вообще у вас напряжение? Оказывается, без напряжения вот этот вот процесс скорости перебора решения не происходит. И поэтому, когда вы находитесь в экстремальном событии, когда вы ограничены во времени, и вам надо принять важное для вас решение, у вас и возникает повышение напряжения. Оно обеспечивает вам скорость перебора решений. А какие решения? То есть, их что, так уже много готовых решений, что вам просто перебрать надо и понять надо, или что там происходит. А перебор там происходит сопоставленческий, конкретных обстоятельств, в которые вы попали, где надо найти выход из этого состояния. И вечности. Вот это и есть перебор решений. Да. А вечности-то что такое? Это высшие общечеловеческие ценности. Они же вечны. И там вечно. Вот эта вечность, когда сопоставляется с невечностью, то есть, с конкретным данным обстоятельством, вот этот перебор, чтобы он был быстрый, тогда у вас и обеспечивается это напряжением. Таким образом, физиология помогает психологии. И все это помогает сознанию, то есть, осмыслению. Я вот столько-столько наговорил, чтобы, как говорится, кто-то там задумался, вспомнил, как он засыпает с какой-то проблемой, и во сне продолжает ее решать. И поэтому получается, что там в какой-то момент инсайт, и он находит решение, и когда он находит решение, он, допустим, если писатель, он думает, как бы не забыть то, что мне во сне пришло, вот этот инсайт, как бы это записать. Потому что, когда он выходит из сна, у него другое состояние. И такое вот бывает часто, когда ты думаешь, ой, куда же это все испарилось, надо записать хотя бы там, заякорить. Потому что на самом деле люди, которые мыслители, у них такой процесс, когда у него вдруг инсайт происходит, то есть, какое-то понимание какого-то вопроса во сне, вот в этом повторяемом таком событии попеременного напряжения, расслабления, какой-то происходит поиск, и вдруг открывается понимание события, это как вот такое удовлетворение, и ты можешь за пять минут выспаться там, потому что ты понял какой-то вопрос. Вот хочется уже его реализовать на уровне сознания, то есть систематизировать, написать, посмотреть со стороны, и вот тогда вот ты там якоришь его. То есть ты ищешь образ, вспомнив который, потом раскручивается вся цепочка понимания. И поэтому я сегодня запоминал себе во сне, что я должен вам сказать, я вам сказал то, что я сейчас сказал, а вы подумайте, у кого из вас тоже такое бывает, инсайты во сне, да, и когда хочется их запомнить, и вы их как бы якорите, какой-то кусочек этого, чтобы потом, когда вы сели за стол, легко вспомнили, уже в другом состоянии. Ну ладно, я вас, наверное, утомил. Да, ну я считаю то, что я сказал, важно, потому что мы же делимся тут друг с другом, как у нас там все происходит, что такое творчество, что такое алгоритмы осознавания. Сейчас я жду Романа Газенко, он приедет сейчас ко мне, и мы с ним сделаем небольшой выпуск, а скоро у нас будет вебинар с ним, да. И опять скоро будет бесплатный ликбез, так что бесплатный ликбез у нас все время продолжается. До встречи, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...